Клик-шоу! А у нас в эфире, как мы и обещали, Олег Лопоногов. Олег Лопоногов, царест группы, это Болараса у нас уже здесь, и мы очень рады вас видеть. И мы уже общаемся. Здравствуйте. Акамасутри. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Я думала, что в эфирме это не будет. Ну, мы просто вне эфира общаемся об интересных вещах, их тоже нужно знать. Не, интересно общаться, действительно, даже на интимные темы. Такие, как, например, запись альбома. Да. Это очень интимная тема. Ну, действительно, интересно, если человек, если это не подразумевает пошлости какой-то, правда? Ну, когда ты знаешь, что есть обозначенные границы, и это даже интересно. Ну, на самом деле, артист, он не имеет права, мне кажется, на секреты. Он должен быть открытым, откровенным. Ну, не полностью. А ДМБ, это интим? ДМБ. Драм-н-бас? Да нет, ДМБ. Дембль? Да. Не знаю. Правда. Я предлагаю сейчас нам все-таки перейти к нашей теме. Мы сегодня говорим о моменте, каком-то, роковом моменте, который может изменить нашу жизнь. Вот бывают в жизни такие моменты, которые вот мы упустили, а потом всю жизнь жалеем. А бывает наоборот, что мы очень гордимся. Мы с Аленой хотели стать, как Бионсе, например, и в нужный момент вовремя не подали заявки на вокальные шоу, например. А ведь можно было все изменить. И сейчас жалеем. А вот как у вас в карьере музыкальная складывалась? Были ли такие моменты, о которых вы жалеете? Или наоборот, о которых с гордостью можете сказать? Нет, я не жалею. Сейчас не хочу умным показаться, да? Ну, когда-то я читал книгу «Амаркорт», по-моему. «Амаркорт»? Кто написал? Не помните. Итальянский. Тонина Гуэр... Нет, это же не итальянский. Да не суть важная, что он написал. В общем, в рассказе идут этого писателя. И его герой вытащил муху, а потом не понимал, что с ней, с этой мухой делать. Если он ее от смерти спас, из паутины вытащил, то ее бы паук съел. А ну, муху. А так он держит ее, держит туда-сюда, туда-сюда. И не понимает, что делать, какая судьба, и как решить. Так можно запутаться в этом. Мне кажется, что нужно соблюдать золотую середину. И то, как ты живешь, это вот так вот нами и движет пространство. Ну, для меня это Бог. Кто как видит это все? Вот так и случается. И жалеть, естественно, о том, что произошло. Ну, а как? Если этого не произойдет, возможно, чего-то главного не произойдет дальше в жизни. Поэтому оно само как бы получается. А если слишком сильно очень задумываться, ну, мне кажется, что это вот как... Что это к хорошему иногда и не приводит. Начиная с там самокопанием заниматься, потом еще туда. У Будды когда-то, я православный христианин. Я когда-то читал, иной раз, так правда же на земле много, и россыпей золотых тоже много, да? Ну, всегда на земле бывает что-то интересного много у разных народностей. Так вот, когда-то у него было высказывание, не поднимай пыль. Если уж делаешь, так делай это. Ну, это как бы тоже как бы. А если нет, то нет, и вспоминать об этом и жалеть тоже не надо. Да не, может, и вы вспоминать и будете. Значит, надо будет вспоминать. Как и депятки. Если оно ушло, значит, оно безвозвратно ушло, правильно? Да вы сами знаете. Ну, с вами философствовать можно очень много. А что, я что-то лично не сказал? Да нет, просто хочется поговорить о вашем творчестве. Да, вы же нам не рассказываете ничего. Какое творчество? Вот раз в год приходите. Какое творчество? Вот осенью уже альбом выходит. Ни много, ни мало, а альбом. А работали вы над ним наверняка? Больше знаете, чем я. Я этот альбом рекламирую 4 или 5 лет. Вот пусть зрители смеются, рисунки на этаже. Но вот сегодня, бог слышит, я не обманываю. Сегодня мы с Надей, с художницей встречались и утвердили. Обложку. Обложку, да. И весь вопрос, вот сейчас, Надя, в течение недели обложку эту сделает и выходит альбом. А что Женя, наверное, за кулисами продюсера нам подсказал, когда альбом. А что он сказал осенью, я не понимаю, Женя. По-моему, вот скоро выходит. Но вообще-то, вообще-то у меня созрело, совсем недавно открылось второе дыхание. Во-первых, меня уже затошнило. Я никого, ни в коем случае не хочу, там, выше-ниже, не оскорблять никого не хочу. То есть у пятой-десятой мне просто еще больше затошнило от того, что в массовой культуре, ну вот. И я что-то перепрыгнул опять на территорию панка. В панке всегда есть что-то сиюминутного больше. Пусть оно мне подходит, не подходит. Ну там жизни больше обыкновенной. Во всяком случае, он меньше обманывает. Ну, там меньше обманы. Вот этого глянцевого, глянцевого. Шика, да, блеска, вот этого надуманного фотошопа, блеска. Чего-то мертвого такого, которое уже, ну, уже захлопнулось давным-давно. Эта тема, по-моему, исчерпалась. Ну, если ее кто-то слушает, то есть, если это кому-то надо, значит, надо, там, пусть слушают. То есть вы решили быть откровенным, ближе к другу? И быть таким, как и всегда. Нет, мне просто сейчас нравится по какому-то кругу, нравится. Я опять вот переписал недавно альбомы некоторых групп, которые мне нравились, да, мне часто... Поп-спринт, что ли? Нет. Так, а что, они панки, разве? Да. Поп-панк. Вот несколько дней буквально записал то ли последний или предпоследний альбом Sonic Youth. Прекрасная работа, прекрасная работа. Потом Pixis мне нравится, мне нравится вокалистка Pixis, Ким Дил. Просто вообще великолепные, кое-какие там можно почерпывать для себя сиюминутные каких-то достижений, которые... В то время, пока все люди, ну, многие артисты... Так я хочу альбом тут же выпустить сейчас за вот этим. Вот сейчас мы записываем, буквально вот вчера мы записали вторую песню, а первую песню из этого самого нового альбома. Мы решили вообще-то давно с Виталиком Климовым, нашим первым продюсером, потом продюсером Океан Ельзы Алены Винницкой и ныне Гуаш. Вот мы давно с ним встречались и давно эту тему обжевывали, правильно? Вот так литературно вот это... Об этом говорили. Возможно, о возможном сотрудничестве. И мы вот пришли к тому, что нам нужно песню выбрать и записать. Он выбрал песню на свой вкус, ничего в этом страшного нет. Песня, ну, в общем, песня медленная, о временах года. Называться, скорее всего, она будет, она уже записана. Кругом вода. И он, Виталик, предложил, Виталик Климов предложил впервые нам, я об этом слышал раньше. Говорит, тебе уже сколько лет? Я говорю, ну, столько-то, слушай, давай хоть раз попробуем, саунд-продюсера пригласим. Свежий взгляд со стороны, потому что жваришься. Я говорю, ну, да, конечно. И вы пригласили его? Да, мы пригласили Петр Чернявский, экс... Экс-Океан Эльзы. Да, 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 соло-гитариста Океан Эльзы. Ну, давайте об этом уже чуть позже, потому что в следующий... Вы заинтриговали. А мы хотим посмотреть рисунки на этаже, которые, вот, да. Буквально вчера, буквально вчера выпущен клип рисунок на этаже. Буквально вчера выпущен рисунки на этаже, а потом мы вернемся и поговорим еще подробнее оба львов. Вы знаете, общаться с Олегом Лапоноговым не только в эфире интересно, но и вне эфира. Вот, но мы все же поговорим о том, о самом важном, чем пришел к нам артист. О самом важном в нашей стране, да? Да. Все страна живет этим. О крестьянах. Нет, сейчас мы говорим о новом альбоме, и вы сказали в прошлой студии, что там как-то с этим альбомом связан Петр Чернявский. Какую роль он там выполняет? А вот это то, что я до этого рассказывал, это я мне кадры рассказывал? Да, нет, перед этим еще. Ответи, а... Да, нет, вы это говорили в эфире, но вот вы начали, мы хотим еще попробнее. Там про клип и так далее. Как-то очередной раз с нашим продюсером, первым Виталием Климовым, мы договорились, может быть запишем песню, и может быть нужно наконец спасать Украину. Ну, это от него исходило, я еще не дорос до такого, чтобы сам себя предложить, я спасу тебя, ну, в смысле, вас спасу, и веди наш вождь, сразу иди, Пуник, Пуник, Панк, веди нас, веди. Я, это самое, я, ну, любезно согласился, я улыбнулся, он тоже улыбнулся, говорит, давай песню выберем, давай. Мы выбрали песню, медленная песня, он говорит, давай попробуем в роли, подскажите, саунд-продюсера, это тот человек, который, как он видит эту песню? Может скрипками, может симфоническим оркестром, может на, может это будет какая-то, да, или средневековая аранжировка какая-то, да, англо-саксонская, ну, к примеру, да, или австро-угорская. Вот ты наслушался, подсознание в корке всплывает, я тут же, как попугаев, повторяю, и, значит, попробуем, пусть Петя вмешается, Петр Чернявский вмешается и посмотрит, как он видит эту песню. Петя тоже любезно согласился, и две недели назад мы эту песню записали, теперь Петя с Мишей, звукорежиссером, сводит эту тему, доводит песню, потом посмотрим, что из этого выйдет, возможно, мы будем сотрудничать все вместе. Ну, а вообще, вы уже слышали, что вот он делал, вот только с вашим песням, что нового он тут еще неизвестно? Тут вот в чем дело, я иногда, иногда, иногда такое бывает, что-то вот верю и все, вот верю и все, к тому же он такой, он человек, он мне импонирует, даже если бы он не был музыкантом, то мне приятно находиться с ним. Не обманула меня интуиция и чутье, потому что мы только начали работать, и все то, что он делает, как он делает, еще в нем есть доля вот этого панка, чуть-чуть перца есть, в нем это есть, есть в это. А мне это всегда импонирует. Кстати, а возвращаясь к панку, вы сказали, что альбом вот этот, который выходит, он немножко в сторону панка. Нет, я не сказал, потому что меня, я, наверное, не дотягиваю до этого, это я сам себе, а, возможно, перетягиваю, потому что, что-то я как-то вижу, ну, на сцене он один, а в жизни он и совсем и не панк, понимаете? А хотелось бы так, чтобы гармония была, чтобы это верить было, ну, хотя кто его знает, может он в подсознании панки прошел когда-то в прошлых или его, и он правдиво доносит информацию. Никогда ничего не поймешь, поэтому, ну, я уже передаю это, в общем, мне просто сейчас нравится слушать группы, которые связаны с панк, постпанк, вот такого направления. Да, но они же не коммерческие. И немножко, да, но... Вы рискуете? Я не рискую, просто мне хочется, и надо дышать так, как хочешь, потому что... А не боитесь потерять свою аудиторию? Потому что я в любом случае закончил институт пожарников и всегда могу в конной милиции работать. Ну, в смысле, разогнать это. Хороший ответ. Махать дымом, разогнать. То есть я найду себе применение, в любом случае. Радикально. А что-то в себе изменить, иной раз мне уже положено кардинально что-то изменить в музыке, потому что в этом году мне будет столько-то, столько-то, столько-то. Мне почему-то сказали, не говори, что мне 50 лет будет. Ну, мне вот 9 октября 50 лет будет. Мне явно нужно что-то поменять. Не потому что я составлюсь. Мне просто, у меня посыл сделать вот что-то. А вот сейчас многие артисты добавляют в свою музыку чуть-чуть электронного звука, потому что это сейчас очень модно. Как вы к этому относитесь вообще, к трендам, к трендам в музыке и в своем творчестве? К модным веяниям, может быть. Вот так, да? Через лупу, да? Через лупу смотрите. Может быть, может быть. Ну, я там знаю. Мне, честно говоря, уже давным-давно неинтересно смотреть телевизор. Все идет по какому-то кругу. А в нашей стране, ну, я очень люблю Украину, но мне не... Ну, так. Новые леньи в Украине, когда, да, приживаются, это не совсем тон. Я себя их видел. Дело в том, что сначала надо научиться чему-то. Научиться чему-то тому, чему вообще, чем ты обладаешь или не обладаешь. Если не обладаешь вот этой вот... Если нет... Чего-то, что ты хорошо умеешь делать, да? Если нет основного. Чего-то на сцену заходишь. Ну, да, если нет вот этого, то, что называется заразительность, я уже не говорю о том... Харизма там все дела. Ну, да. То вообще зачем туда... Ну, сначала вот это, а потом с харизмой усвоить какие-то приемы, которые люди тысячами нарабатывали. Потому что... Потому что это целая-целая страна большая. А потом надо чему-то нового учиться. Не, ну, вы меня спросили, я отвечаю. Ну, при этом я не хочу, абсолютно не хочу никого... Я не сказал, что я тут самый лучший, а там ни в коем случае. Я себя никогда на пьедестал не ставлю. Ну, если так получается, то... Ну, я с удовольствием слушаю. Вот, например, да, есть... Ну, вот... Ну, Ким Дилл. Опять же, мне... Вот она нравится и все. Мне нравится... Это бас-гитарист, бас-гитаристка группы Pixis. А, точно. Мне нравится... Так вы в сторону Индепендента все-таки. Вот вы сказали Sonic Youth Pixis. Да, ну, это сейчас. Возможно, мне... Я завтра буду говорить что-то другое, да. Вас очень интересно слушать все ваши рассуждения, но мы еще хотим послушать, как вы поете и как вы играете. А, вот сейчас опозорите меня теперь. Нет, опозорим. Вот ты говорил... Все, это будет следующая студия. Тайм на стульчик, теперь расскажи. А тем временем... То же самое, только расскажи. Да, только... Получится ли у тебя? А сейчас попоет One Republic, если вы не возражаете. Хорошая группа, кстати, тоже из этого чего-то такого Индепендента совершенно. Я не против. Может быть, вам по душе... Я не против. Алиска, что не против, поэтому сейчас One Republic, а потом мы возвращаемся в студию Клик Шоу. Клик Шоу! Клик Шоу! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин